Гостей в своем доме ветеран Великой Отечественной войны Лев Серафимович Андрусенко встречает с улыбкой. О солидном возрасте полковника в отставке говорит разве что серебро волос. В полный сил подтянутый мужчина не так давно отпраздновал 91-й день рождения. О боевых заслугах мужчина предпочел скромно умолчать. А вот воспоминаниями о своей службе Лев Серафимович поделился с гостями. Самое тяжелое было крайний север. Я служил на Курильских островах, на северных, на Камчатке и Чукотке. Трежнейшие условия, сложнейшие. Вот что он был в воде, погорно и в Тихом океане, и в Охотском море. Коллекция этого пожилого мужчины бесчисленное количество фотографий. Альбомы с памятными снимками – это разные периоды жизни, разные города и страны. Каждое фото подписано от руки героя. Пролистав несколько страниц, изумляешься, насколько насыщена биография ветерана войны. А в это время Лев Серафимович Андрусенко поясняет, где было сделано фото. Тут и вы – начальники, и боевые товарищи, и известные деятели культуры. Родился герой на Дальнем Востоке. С началом войны поступил в пехотное училище. Будучи отличником учебы, направлен в пограничный институт. Позже судьба привела его в Брест на должность начальника пограничного отряда. Здесь и завершился служебный путь Льва Серафимовича Андрусенко. В преддверии праздника, Дня Победы, он вспомнил о тех, с кем бок о бок сражался за независимость Родины. Поделился воспоминаниями о послевоенном периоде, а также поблагодарил гостей за визит, заботу и внимание, проявленные военнослужащими. Большая благодарность за заботу о нас. Это, понимаете, до слез приятно вот это мероприятие. Мы, ветераны-пограничники, совместно с командованием пограничной группы тоже принимаем участие. Вот реально будем устанавливать таблички. Хотя у нас постоянная связь командования пограничной группы и ветеранов с нашими ветеранами. Особенно, которые уже в таком уже престарелом возрасте. Военнослужащие Брестской краснознаменной пограничной группы имени Держинского, а также ветераны органов пограничной службы запланировали посетить 9 пожилых людей, младшему из которых 89 лет. Такое внимание к ветеранам – отличный подарок, который наверняка останется в памяти. До свидания, ребята! Счастливо!